Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мне кажется, что все-таки 16-го числа стартует вот этот вот ивент и второй параллельный тоже. Информация, еще раз говорю, не точная, но точно знаю, что для того, чтобы собрать все вот эти вот предметы, необходимо будет делать по 5 побед в день. И если вы за один день какой-то своих 5 побед не сделали, то на следующий день вы можете наверстать упущенное. То есть, ну грубо говоря, сегодня вы поиграть не смогли, играете завтра, сделайте не 5, а 10 будет побед, вам разрешено сделать. Значит, ребятки, что касается вот этой вот Амбреллы и Мистер Олимпия. Эти два коллекционных предмета, скорее всего, сами же стримеры не смогли точно дать ответ, сказали, что они на тестовой версии находятся. И вроде бы не за золото можно их было обменять, но когда они показали, у них конкретно был обмен вот этих вот коллекционных предметов на 100 голды каждый. Я, честно говоря, даже если их и получу, однозначно менять буду, потому что от того, что Шварц, Мистер Олимпия и вот этот вот зонтик, который, если не ошибаюсь по-французски, будет Параплюэ, зонтик от дождя. Так вот, ребят, вот эта Амбрелла на меня не производит никакого впечатления, ровно как и Мистер Олимпия, тем, что будет находиться у меня просто в хранилище, как бы ни о чем. Лучше голдой возьму, но это мое скромное субъективное мнение. Таким образом, в принципе, можно рассчитывать на 200 голды, но опять-таки, сами же стримеры не уверены в том, что обмен будет именно на голду. Я же удивлен, что именно на голду, потому что, как правило, такие предметы меняются не на золото, а меняются на свободку. Итак, ребят, еще раз по 5 побед в день для того, чтобы пройти полностью всю эту цепочку. Едем дальше. Что касается второго, второго вот этого вот ивентика, то, ребят, нам показали на ивенте будет следующий прикол. Снежный шар, который можно будет получить в конце цепочки гарантированный, машинка Type 62, как и анонсировалось. Есть золотая коробка, есть зеленая коробка, я ее назову обычная, и есть снежный шар. Из снежного шара будут выпадать машинки премиумные, те, которые дальше сейчас будут по ролику. Что касается стоимости золотой коробочки, то стоимость золотой коробки будет полторы тысячи голды. И стоимость вот этой вот зеленой коробочки будет 50 тысяч свободки за первые, по-моему, 50 коробок. Дальше ценник поднимается. Но куда уже поднимать, я не знаю, потому что если умножить одно на другое, вы понимаете, что такое количество свободки. Я не знаю, что необходимо сделать, чтобы нафармить или сколько надо задонатить для того, чтобы ее купить. Так вот, ребятки, что хочется сказать по поводу золотой коробки. Стримеры на стриме открывали золотые коробки. И для того, чтобы собрать два шара, отсюда шар может выпасть с вероятностью 10%, так вот, для того, чтобы получить два шара, они слили 20 тысяч золота. Я считаю, что это довольно-таки немало. И рулетка, ну, прямо скажем, не в пользу тех ребят, которые не имеют возможности донатить или донатят скромно в игру. Короче говоря, ребят, как я понимаю, вот этот весь ивент и снежные шары, как обычно, как все предыдущие года, явно для ребят, у кого карман пошире. Ну, а у кого карман прохудился и моль в нем дырочку проела, соответственно, ребят, просто довольтуйтесь вот этим вот и попытайтесь забрать себе тайпа 62-го. Что же касается тайпа 62-го и гарантированного одного снежного шара, то здесь есть, ребят, вопрос. Ивент будет длиться 11 дней. За 11 дней вам необходимо накосить 153 победы. По моим подсчетам, это 300 боев. Таким образом, в день вы должны играть минимум 30 каток, если у вас 50% побед. Понятное дело, если вы скилловый игрок, управитесь немножечком попроще. Но для таких средняков, как я, реально 30 боев в сутки необходимо отыграть, для того, чтобы сделать по 15 побед в день и, соответственно, за 11 дней забрать хотя бы себе вот этого тайпа. Что же касается снежного шара, то там цифра приближается к 300 победам. И, ребят, 300 побед, это 600 боев. 600 боев, да за 10 дней 60 боев в сутки. Короче говоря, ребят, я бы подсуммировал это следующим образом. Ребятушки мои золотые, наконец-то идет Новый год, новогодние праздники. Рыдают младенцы, плачут жены, родители теряют сыновей и дочерей. Все сидят и потеют в танках. Потому что 30 боев это минимум 2-2,5 часа игры в игре в самой танке. И, соответственно, если 60 побед, то можете попрощаться со своими родственниками, которые любят World of Tanks Blitz. Это, честно говоря, вот та черта, которую я хотел бы подвести. Потому что, по большому счету, вы тогда должны просто попрощаться с реальной жизнью на очень-очень долгое время и тупо 11 дней не вылазить из этой игры для того, чтобы получить себе снежный шар. Но это мое скромное мнение. Что касается машин, которые здесь есть и что можно здесь получить, в ролике здесь в промо показано. И, ребятушки мои золотые, если вы вообще непонятным, каким-то чудным образом соберете себе 10 вот этих снежных шаров, то вы соберете по 10 сертификатов, по 10 частей точнее на сертификат и гарантированно-гарантированно получите себе 2 танка, если я правильно, опять-таки, все понял. Но, ребят, я вообще реально не представляю, что необходимо сделать для того, чтобы собрать 10 этих снежных шаров. Это реально столько голды надо слить, что, по-моему, за эти бабки проще на аукционе просто купить все машины, которые будут там продаваться. И да, ребят, давайте вернемся к новогоднему аукциону, который вот он на экране. Не зря в промо-ролике показывали Чифтейна, потому что Чифтейн будет самым козырным танком, по заявлениям стримеров, я имею в виду верхушечкой айсберга, того, что будет в первой волне, ребят. Кого интересует обзор на Чифтейна, вот он, пожалуйста, заходите, смотрите. И да, ребят, на своем канале, ближе к новогодним праздникам, и уж тем более, когда начнется новогодний аукцион, я буду выкладывать видео с честными обзорами на все, постараюсь, ребят, на все машины, которые будут продаваться на аукционе. Чего будет не хватать, буду пытаться докупить. Короче говоря, буду пытаться быть максимально полезным, поэтому подписывайтесь на мой канал по вот этому желтому шильдику. Буду вам безумно благодарен, буду снабжать вас честной, ребят, абсолютно правдивой информацией по поводу того, стоит или не стоит вам тратить ваши, ваши кровные деньги, вашу кровную голду на покупку того или иного танчика. Что же касается вот этого вот прикола, в предыдущем своем видео я сказал, что я не совсем понял, что показывается. Ребят, это показывается черная дыра, которую можно включать в режиме Биг Босс, который стартует с 16-го числа, если не ошибаюсь. Так вот, ребят, или с 15-го, блин, не помню. Короче говоря, ребят, по-моему, послезавтра, вот как-то так скажу. Так вот, ребят, если в режиме Биг Босс раньше можно было вот эту черную дыру активировать только выстрелом, то сейчас ее можно активировать нажатием отдельной клавиши будет. Я считаю, что это довольно-таки удобно для тех ребят, которые фанятся в этом режиме. Таким образом, играя на барабанах, вы не вынуждены выбрасывать один из своих, там, допустим, снарядов с барабана для того, чтобы активировать черную дыру. Ну, а если вы играете на какой-нибудь машине с долгой перезарядкой, по типу, допустим, ну, той же самой ФВшки Бабахи, то понятное дело, что вам хочется не просто черную дыру активировать, а еще и шотнуть, да? Поэтому, ребят, в данном случае будет куда удобней. Короче говоря, ребят, я вам так скажу, я не знаю как кто, я сомневаюсь, что лично я буду и тем более смогу потеть для того, чтобы получить себе в награду то, что нам, так сказать, преподносят разработчики. Но, в любом случае, желаю всем успехов, желаю всем получить снежный шар, желаю всем, если и сливать то на что-то годное, ну и, соответственно, желаю всем, ребят, получать максимум удовольствия от игры. Ну, а если хотите черпать информацию из честного источника, пожалуйста, как говорил уже, подписывайтесь на канал. У меня вы найдете только исключительно честные обзоры на танки. Я никогда ни в коем случае не порекомендую вам приобрести себе что-либо, что может потенциально вас расстроить. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.